Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. В эфире Финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем глобальную, я бы сказал, стратегическую тему, которая не может никого оставить равнодушным. Потому что называется, звучит она так, «Как повысить финансовую грамотность в России». Стратегическая тема. Классно. Да, классно звучит. И, собственно, мы так, надеюсь, классно об этом сегодня и поговорим. Говорить мы будем с моими гостями. Представляю я их сегодня. Это Анатолий Гавриленко, президент Российского биржевого союза. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Это Ярослав Кабаков, ректор учебного центра «Финам». Добрый вечер, Ярослав. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, вы тоже, я уверен, живо будете присоединяться к нашему разговору. У вас есть для этого возможности. Напоминаю эти возможности. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. 6510-99,6. Также сайт компании «Финам.ФМ». Зашли, задали вопрос, прокомментировали, может быть, какую-то наболевшую свою, боль свою изложили. И мы, соответственно, об этом поговорили. И у друзей компании «Финам» есть возможность присоединиться к нашему эфиру в режиме видеоконференции. То есть не только слышать, но и видеть все, что происходит сейчас в студии. Для этого заходите на сайт finam.ru, кликаете на ссылку «Видеосеминар». Сухой остаток и, собственно, оказываетесь в нашей с вами студии. Ну и последнее приготовление. Традиционно 18.05 в Москве я нарисую картину маслом. Итак, как торгуются сегодня основные финансовые индикаторы. Индекс РТС теряет по итогам дня на сегодняшний, на текущий момент 0,7%, 1496. Не удержал он 1500 после вчерашнего хорошего взлета. Индекс ММВБ также в минусе 0,5%, 1458. Текущая котировка. Сырье также мало-мало дешевеет. Нефть «Маркер Брент» упал ниже 180 за бочку. 107,54 доллара сейчас стоит. Золото продолжает лихорадить. Ну, видимо, после вчерашнего выступления главного ньюсмекера планеты, я бы так это назвал, господина Бернанки. Чего-то не поняли, чего-то не услышали, наверное. И продолжают золото туда-сюда гонять. Сейчас он опять в районе 17 фигур. 1696 долларов за унцию. И теряет он почти полтора процента. Индикатор валютного рынка. На вчерашних новостях, если вы помните, обрадовался. Сейчас он чуть-чуть огорчается. Потрогал он вчера вечером 31 фигуру. Снизу сейчас корректируется. 1.3075 текущая котировка на 18.06. Ну и основной набор голубых фишек торгуется сегодня разно направленно. Преимущественно в красной зоне. Лидером падения «АвтоВАЗ» является по известным уже нам с вами давно причинам. Продолжается снижение акций «Газпрома». Ниже 140 ушла эта бумага. 139,20 копеек. И что тут еще интересного? Лукоя по 2 процента. И Северсталь 1 процент. Вот все остальное так вяло-вяло. Итак, картина маслом нам с вами ясна. Тема нами озвучена. Давайте разговаривать. Первый вопрос у меня, Анатолий, к вам. Да. Вы как президент Российского биржевого союза не можете не знать ответа на этот вопрос. Я его до сих пор не знаю. Что такое финансовая грамотность? Ну, финансовая грамотность, она отличается от повышения профессионального образования. Немножечко. Я думаю. Да. Не, ну потому что очень часто это путают. Поэтому вот мой коллега Ярослав, например, он рассказывает о том, как лучше торговать на рынке. И очень часто эту работу выдают за финансовую грамотность. Финансовая грамотность, в моем представлении, это просто примитивно первое людям объяснить, что такое пирамида, предположим. Что такое... Ну, ты не так и пишешь примитивные вещи. И тем не менее, тем не менее, когда людям объяснить, что когда тебе навязывают, понимаешь ли, там, или просят, или уговаривают тебя вложить деньги под 50% годовых, то это неправильно, понимаете. Это как-то странно выглядит. Давайте так с этого начнем. Давайте, давайте. Это как-то странновато действительно выглядит. А почему под 50%? Вот именно. Под 50, когда, то есть, когда... Да, да, когда можно под 150. Да, можно и под 300. Анатолий, я правильно понимаю, если мы говорим о финансовой грамотности, давайте мы возьмем ключевым словом в этой словосочетании слова грамотность. Грамота, азбука, азбука. Какие-то должны быть элементарные вещи. Это совершенно азбука. Как, например, надо пользоваться, там, карточками, банковсками. Как сохранить и приумножить свой капитал. Да, как в первую очередь сохранить. Вот я обосновился на это. Давайте. Приумножать, это уже профессионализм. Это вот к Ярославу больше. Это мне так. Да. Вот Ярослав очень грамотно, красиво учит финансы, так сказать, как компания, учит людей зарабатывать деньги. Приумножать. На финансе они могут заработать деньги и так далее. А вот мы в рамках финансовой грамотности людям пытаемся объяснить, как сохранить, как не попасться на обман, как научиться вообще пользоваться финансовыми услугами, что такое вообще из себя представляет банк, что такое из себя представляет, как стать богатым и так далее. Но, тем не менее, это все в рамках, так сказать, вот познавания финансов как наук. Ну, не науки, а как необходимых знаний для выживания в сегодняшнем рынке. Да, совершенно верно. Не больше. У любого человека какие-то есть средства, да, либо он зарабатывает, либо он получил по наследству, там еще что-то скопил. Ну, даже если мама дала, так сказать, деньги, тоже правильно. Карманные расходы. Да, тоже правильно, может быть, так сказать, распорядиться, записать эти деньги в книжечку, сказать, вот я от мамы получил сегодня столько, вот, а от папы столько, а вот я, понимаешь, там, выиграл в карты столько и так далее. Не дай бог. Кольжи появилась, да, после Кольжи куда они пойдут? Они работать идут, верно? А если работать... Ну, Кольжи это аналог, как раньше, да, в наши советские времена это было ПТУ. ПТУ, да. Вот после ПТУ куда он идет? Обычно работает, правильно. Он получает же там профессию. Правильно, поэтому этим профессионалам надо хотя бы минимум знаний давать. Естественно. Вот финансовая грамотность практически этим и должна заниматься. И должна заниматься. Теперь следующий уровень. Предположим, да, что с помощью Анатолия, с помощью структур, вы о них подробно, естественно, расскажете, с помощью форматов, да, которые вы используете. Мы этой задачей, первоначальной задачей решили. Есть у нас некое грамотное население России. Естественно, как у любого нормального населения, у него появляются другие уже, другие желания, другие аппетиты. Он говорит, я не просто хочу сохранить, я хочу приумножить. Имею право. И он идет к Ярославу, он идет в учебный центр компании «Финам». А там, как сказал Анатолий, я ему верю, кстати, на слово, я ему верю. А там все это дело очень профессионально, оказывается, и обучают этому. А вопрос в чем? Вопрос в чем? Чему мы обучаем, в конце концов? Ну, в действительности, это, наверное, идеалистическая картина. Почему? Потому что на сегодняшний момент говорить о том, что в рамках нашей замечательной страны выстроена система повышения финансовой грамотности при временном. Мы сталкиваемся не только с тем, что люди не знают азов финансовой грамотности. Кто-то приходит, даже не знает, как пользоваться компьютером. Ну, и в этом отношении... Нет, подожди, а в чем есть компьютер-то? А потому что... Как пользоваться калькулятором он не знает. Ну, потому что люди приходят к нам, да, учиться торговать на бирже, торговать финансовыми инструментами. Кто-то не знает простых азов. Я отмечу, что очень большое количество людей не знает простейших вещей финансовой грамотности. И вот тоже была конференция с коллегами из-за рубежа. Иностранцы прямо говорят, ну, в первую очередь, Западная Европа, да, о том, что у них финансовая грамотность начинается с детского сада. Да, и примеры азов финансовой грамотности идут уже в детском саду. Ну, учатся, извиняюсь, считать на деньгах. В этом отношении мы сталкиваемся с очень большой проблемой. И, конечно же, объяснить человеку, что все-таки ты приходишь не в казино, да, приходишь приумножить свои средства, бывает достаточно очень часто трудно. Почему? Потому что у человека нету основ сохранения своего капитала, нету основ его, так скажем, приумножения в простейших видах и так далее. У нас очень много таких вещей, которые связаны, ну, либо там разложить свои средства в три валюты, либо там положить на банковский депозит. Это все, что у нас, так скажем, из таких действенных методов финансовой грамотности большинство населения научилось. И научилось, в первую очередь, на кризисах. Ну, это уже что-то хотя бы, да, ведь они раньше при отсутствии, ну, давайте так, при нулевой финансовой грамотности все средства, я так понимаю, либо лежали под подушкой, либо под матрасом, либо в чулках, либо вот... Не, в банках, банках. В банках, ну, в стеклянных только, я понимаю. Нет, ну, и почему? Тоже люди держали, так сказать, Сбербанки, там какие-то деньги. Ну, 98-й год, очень много держали в коммерческих банках, которые потом, так скажем, да, кто больше давал процентов, те потом и не вернули. В отношении Ярослава жалобы на систему повышения финансов, полностью с ним согласен, но нет системы вообще толковой образования, это у нас, как вы понимаете, понимаете, поэтому там жаловаться только на повышение финансовой грамоты, ну, на самом деле, да, ее нет, но много чего у нас нет, но надо выстраивать, и я считаю, что нечего от государства долго ждать, так сказать, каких-то там подвижек. Государство какие-то шаги делает, скажем, там тот же Всемирный банк, значит, государство наше пошло навстречу, убедилось то, что это важно, и вот такую программу как бы приняли, да, пару лет назад, и выделили порядка 120 миллионов долларов на эту программу, классная программа. Замечательно, об этом мы поговорим чуть позже, сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, добрый вечер еще раз в эфире Финам.ФМ, сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем тему, как повысить финансовую грамотность в России, кстати, если у вас есть по этому поводу какие-то замечания, наблюдения, предложения, звоните и пишите нам, мы попытаемся сегодня озвучить все это в эфире, и может быть действительно именно этот наш сегодняшний эфир станет судьбоносным, потому что нет у нас никакой финансовой грамотности, как оказалось, а вот мы сейчас ее начнем создавать. Я напомню, сегодня в гостях Анатолий Гавриленко, президент Российского Биржевого Союза, и Ярослав Кабаков, ректор учебного центра компании Финам. Ну что ж, Анатолий, опять вам начинать следующую часть нашей программы. Как вообще, в каком формате, да, вот, собственно, заканчивали, когда вы ходили на новости, да, прозвучала фраза, ну, что вы хотите, у нас нет, значит, финансовой грамотности населения, у нас нет неких структурных, да, в этом отношении подвижений, потому что у нас и образование, это у нас тоже какое-то странное, вот у нас нет системы образования. Ну, не странное, оно такое, какое есть, там, ну, какое есть, можно чему угодно, да. Как должна выглядеть вот эта история, да, по повышению финансовой грамотности? Я хочу сказать, что я знаю, как оно должно выглядеть, а оно неправильно. Хорошо, давайте так, как вы думаете? Вот как на сегодняшний день? На сегодняшний день вот есть эта программа, принятая правительством, там, пару лет тому назад, вместе с Совместным Всемирным Банком по их инициативе и так далее, и так далее, и так далее. Значит, эта программа идет под Минфином, в том числе привлекаются, разрабатываются экспертами различные, там, программы, различные проекты. Все это публикуется на сайтах с той или иной мерой, так сказать, там, чистоты и открытости. Ну, по крайней мере, что-то, какие-то мероприятия там совершаются. Результатов я пока больших не знаю, но, в общем, что-то делается. Это одна тема, да? Вторая тема, это есть ФСФР, есть экспертная группа по финансовой грамотности при ФСФР, и там в рамках этой группы принимаются различные программы, различные делаются шаги. В рамках этих шагов, например, из таких наиболее очевидных, это недели финансовой грамотности, которые проводятся в регионах. Уже порядка 40 городов ребята объездили вместе с различными компаниями. Вот в этом случае вот группа по финансовой экспертным, вот эта экспертная группа финансовой грамотности, это работает все без денег, я имею в виду привлеченных от государства, а это исключительно деньги рынка. Вот на эти деньги рынка, в том числе там участвовали компании «Финам», «Открытие», продолжает «Промографонд», очень многие компании... То есть, как вы все заинтересованные, да, участники? Они, знаете как, просто тут заинтересованность, она очень относительная. То есть, есть люди, которые понимают, вот вы заинтересованы в том, чтобы было чисто на улице, да? Я очень заинтересован. Правильно, значит, а есть люди, которые ходят и бросают это. Они заинтересованы в числе, тоже заинтересованы. Они тоже заинтересованы, но они... Они не умеют это делать, да? Они не умеют, они просто не хватает понимания того, что... У них понимание такое, если они бросят там что-то... Да, это не сильно... Ничего страшного, дядя подойдет, поднимет, да? Как нас Эльфа Петров говорит. Мы с вами подойдем и поднимем. Да, не надо бороться за чистоту, надо переставить мусорить и плевать, правильно? Вот, здесь приблизительно то же самое. Есть компании, которые понимают, что без финансовой грамотности участников рынка никакого рынка вообще не будет. Ведь не случайно у нас последние три года у нас вот... Ярослав не даст соврать, там, стагнация на рынке, да? У нас новых клиентов не появляется, у нас там старый проигрывает, новый, может быть, приходит, может, тоже проигрывает. В общем, рынок оборота снижает, и нельзя только кивать на кризис, на мир, на слияние бирж, как это любят подчас делать участники рынка, да? На экспантов еще, или как они называются? Экспатов, да. Ну, те, кто пришел из-за рубежа, а сейчас деньги выводят, и все. Нет, 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 это все, это, все это есть, но в первую очередь надо обратиться на себя, на мой взгляд, надо посмотреть, а кому приходить, кто что знает. Вот Ярослав только что говорил, к нему приходят люди, а их даже надо с нуля учить. Да, компьютер даже, не знаю, кто такая мышка, да, Ярослав? Ну, мышку знают. Ну, слава богу. Давайте сейчас мы послушаем звонок. Но про коврик возмущаются. Константин, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Я вот вам уже звонил по поводу выбора кредитных карт. Так. Вот, теперь по поводу, собственно, повышения финансовой грамотности. Так. Я вот про эту вещь рассказал своим менеджерам, да, и они делали круглые глаза. Вот, как так, не может быть, вот это, да. Вот, знаете, я просто к чему говорю, потому что, ну, руководители компаний, пусть таких вот, ну, не очень больших, как у нас, вот, там, до 15 человек, ну, как правило, все-таки как-то знают про всякие безналичные расчеты, про то, как где можно сэкономить. И просто, ну, мне кажется, что они должны взять за правила своих сотрудников тоже подтягивать до своего уровня понимания, как им общаться с деньгами и так далее. То есть, другими словами, да, вот один из способов повысить финансовую грамотность населения России, это вот такая вертикаль выстроить, да, в рамках частного бизнеса, где руководитель компании каким-то образом направляет в правильное русло своих подчиненных, правильно я понимаю? Ну, да, я не то, что направляю, я им по-дружски говорю, вот, смотри, ты идешь в банкомат, снимаешь деньги с кредитки, ты понимаешь, что ты тратишь, там, ну, лишнее, да, когда ты можешь делать вот так вот и так вот, да, они, о, не балдай себе, как это так вот это, вот это, да, начинают так делать. Пользуются, ну, нет предела благодарности, собственно, ну, это проявление, ну, лояльности со стороны руководства к подчиненным, которые тоже имеют ценницу, ну, и, соответственно, влияет на сроки их работы в компании, на их лояльность уже в ответ. Ну, как-то так, если кто-то о чем-то знает, то надо просто об этом рассказывать другим. О, вот, да. Не скрывать. Если есть преимущество, да. Вот. Ну, плюс я еще намекнул, что, собственно, уменьшаем коррупционную составляющую, поскольку налик из оборота убираем, да, своими действиями. Ну, плюс еще общее развитие в стране, там, даем, ну, спустя своими небольшими, там, зарплатами. Видишь, как и наши патриотичные слушатели, да. Абсолютно. Константин, огромное вам спасибо, да, абсолютно ваши предложения, по крайней мере, по делу. Ну, и действительно, вот, ясно говоря, с Анатолием, патриоты, да, наши граждане-патриоты, мы плохо их знаем просто. Спасибо, Константин. Спасибо. Ваши предложения, что нужно? Вот, кстати, есть еще одно, ну, я так понимаю, сейчас много будет шуток по этому поводу, хотя я хочу обратиться еще раз, уважаемые слушатели, это не смешно, это все серьезно. Действительно, многие глобальные проблемы, да, в корне имеют вот эту, вроде бы, такую и не сильно серьезную проблему, отсутствие финансовой грамотности, глобальные проблемы. Да, это, мне кажется, это, вот, я последние пять лет считаю это основной проблемой России, в принципе, вот, я искренне считаю, поэтому я считаю, никакого бизнеса нельзя развивать дальше до тех пор, пока. Если раньше многие мои коллеги удивлялись, что я, например, работаю со студентами, то теперь уже сейчас никто не удивляется, сейчас все работают со студентами. Но мы там уже четыре года, как работаем, например, с Департаментом образования Москвы, со школьниками по всей стране. Мы на День финансиста, например, это тоже одно из мероприятий, которые мы выстраиваем в рамках экспертной группы по финансовой грамотности и подготовку Дня финансиста. Это встречи в школах со студентами, в трудовых коллективах, и таких встреч, например, прошлый год было порядка 120-150. В этом году уже 2,5 тысячи, то есть вся Россия подключается, и, в общем, результат есть. Мы сделали корпус финансовых волонтеров, проводим вот эти экспертные советы. Вот ребята там, бригада там под руководством господина Колонькова, это рынок ценных бумаг, у нас уже съездило порядка 40 городов, уже люди проехали, везде встречаются в вузах, в коллективах. И, в общем, нравится, не нравится, но это результат дает. Очевидно, конечно. Буквально 11 декабря было совещание в Ярославле, мы там были, нам прошлый год, да, или даже в этом году, по-моему, ездили. И там уже провели они заседание чуть ли не правительства по финансовой грамотности и принимают какие-то меры. До людей потихонечку доходят, понимаете, что строить, так сказать, светлое будущее с людьми, которые не понимают, что такое светлое, а что такое темное, достаточно сложно. Логично, логично. Ну и главное, действительно, должны какие-то реальные действия, да, не разговоры, потому что, как известно, подлежащие... А это школы, вот, например, мы сейчас разрабатываем, есть две группы, которые разрабатывают, готовят учебники для 9, 10, 11 классов, да, сейчас созданы группы, так сказать, там, благодаря Московской бирже, там, личному патронажу Швецова Сергея Анатольевича, выделены деньги на это, понимаете, там, это все инициатива, опять же, этой группы по финансовой эксплуатации. Все это делается, причем делается все это деньгами участников, руками участников и инициативой участников. Это здорово. Вот, кстати, видимо, в тему, да, по поводу учебников для 8, 9, 10 классов, уважаемые эксперты, есть предложение такое, издать комиксы на тему финансовой грамотности, чтобы россияне поближе восприняли обсуждаемую тему. На самом деле, вы зря смеетесь, на самом деле, вот недавно ко мне приходил один симпатичный молодой человек, у него целый бизнес на комиксах построен, да, и вот мы наверняка будем его поддерживать, это один из элементов вот поддержки, это попробовать сделать комиксы по финансовой грамотности, потому что это сейчас ребята уже перестали читать, они занимаются одними комиксами, смотрят интернет и этим ограничиваются. К сожалению, да, ну хотя бы, чтобы они смотрели то, что в конечном итоге пользуем. Ну, если можно через комиксы достучаться до этого, то неплохо. Согласен. Есть такое мнение от нашего слушателя, важно сохранить, что заработал и удержать. Вечный вопрос, куда простому человеку податься, чтобы не обобрали, что делать и где выход. Капитал в рамках текущей инфляции можно ли сохранить с помощью депозита или все-таки передать деньги специалистам? Дальше есть перечень названий, ну, а не на слуху, что за специалисты в Российской Федерации, вы все прекрасно знаете. Но в предлагаемых договорах, и вот это мнение Ивана, в предлагаемых договорах нет гарантии получения дополнительных средств. А вот потеря в пределах выбранной стратегии четко прописана. Нелогично. Уважение им, Иван. К тебе, видимо. Ну, определенная логика есть. Олег, ну, здесь можно только одно сказать. Конечно же, каждый человек должен понимать, что если он хочет получить выше банковского депозита, то там всегда будет риск. И с этим риском человек должен в какой-то мере его осознавать. Человек должен понимать, на какой период он вкладывает средства, когда ему понадобятся средства, на какую цель он их приумножает и так далее. Поэтому вот эти все вопросы лучше всего, конечно же, да, то есть пройти либо обучение, прийти там в учебный центр, просто послушать, понять вообще, как устроен финансовый рынок, что он может предложить для частного инвестора, который задается этим вопросом. Ничего другого, ну, здесь сложно что-то сказать. В свое время, вот, Ярослав, если вы помните, не знаю, сколько вы работаете в Финаме, когда на российской бирже, это еще было там на почтамте, да, у Финама был такой классный лозунг в этом плане, мне он очень нравился. Господа, это финансовый или фондовый рынок, это не благотворительность, доверяйте профессионалам. Вот это, не помните такого, да, вас, наверное, тогда не было. Доверяйте профессионалам, это вот классный ответ на тот вопрос, который задают слушатели. На самом деле, чтобы заработать по нормальному деньги, надо доверять профессионалам, надо обращаться к профессионалам, с ними разговаривать. А почему минус, потому что профессионалы, они на то и есть. Когда они, они стараются заработать деньги для клиента, и на это нацелен их бизнес. Они сами зарабатывают только от заработка клиента. Конечно, конечно. Поэтому на это направлено все. Но в то же время, так как они профессионалы, они понимают, что рынок, он по-разному себя ведет. И могут быть потери. И они честно предупреждают об этих потерях. Поэтому в договоре они предупреждают о том, что могут быть потери, именно предупреждают об этом. Но предупреждать о том, что может быть и заработок, как-то тоже не очень логично. Потому что для этого люди и приходят, понимаете? Ну, а заработки тоже предупреждают, если посмотреть стратегии доверительных управляющих, то в принципе... А заработки предупреждают, у меня хорошо звучит. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья мои, продолжим нашу сегодняшнюю увлекательную беседу, тема которой «Как повысить финансовую грамотность в России». Я обращаюсь к вам, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору и, собственно, предлагайте. Вот Константин не дали как пять минут назад, да, я бы так это сказал, на своем скромном месте, тем не менее, предложил вполне действенную вещь. И, как известно, если мы будем все на своем скромном месте хотя бы что-то делать, то в целом мы как тот веник, который по прутику ломается, а в целом нет. У нас есть звонок, давайте я начну эту часть программы с ответа на вопрос Ирины. Ирина в эфире. Ирина, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Я и по поводу вот то, что Константин добавит, тоже мы скромные труженики, которые в этой области финансовой грамотности работаем. Меня зовут Ирина Парфутина, и мы совместно с мужем, вот мы 35 лет уже вместе, для себя разработали такую простую систему, которую мы назвали «Мои деньги в картинках». То есть это составление бюджета, семейного бюджета, индивидуального бюджета или личного, как мы его называем. И вот когда говорили про комиксы, я уже от людей, наших знакомых и тех, которых они приводили к нам изучить нашу систему, и уже некоторые люди пользуются ей, причем пользуются уже года два-три и получают очень сильные результаты по жизни. Оказалось, что действительно вот наша система «Мои деньги в картинках», она очень действенна, она полезна для людей, которые вообще не понимают в финансах, которые не являются бухгалтером, у которых мышление, я бы сказала, гуманитария, и ему трудно какие-то таблицы составлять или там что-то такое, что обычно люди... Просто прекрасно, вы молодец. Значит, есть такой у нас сайт fingrama.org. Вот туда или напишите, или скажите, давайте мы сделаем специальный раздел для народа, который, так сказать, там имеет свои рецепты, и которыми пользуется, и предлагает эффективно использовать вообще и другим людям. И попробуем, может что-нибудь получится, может мы ваши картинки разместим там на этой fingrama.org, если вам это интересно. Как вы, Ирина? А, Ирины нет, Ирины нет. Ну, я думаю, что Ирина, да, воспользуется вашим предложением, конечно. Ну, почему нет, да, в крайнем случае там, ну, найдите мои координаты, там, обратитесь ко мне, я попробую в этом плане помочь людям с вашей помощью. Нет, это здорово. Ну, а почему нет? Тем более, если, Ирина же рассказывает, это уже действенно, там, в рамках каких-то друзей, родственников. Она уже пытается, уже у кого-то получается. У нас полно вот таких, мы на этом, на этом все изиждется. Можно долго очень ждать, когда государство раскрутится и начнет это делать, и оно рано или поздно начнет. И эти 120 миллионов, я очень надеюсь, что будут использованы правильно. По назначению. Да. Ну, я напомню, да, что в 2008 году обещали 100 миллиардов на развитие финансовой грамотности. Это что, вселенная? Да. Да, да, да. Ну, это, видимо, весной 8-го года. Ярослав. Сейчас 100 миллиардов обещают на рынок ценных бумаг, понимаете? Это уже вот последнее выступление Путина. Мы тогда обещали только финансовую грамотность. Ну, вот, они пошли на другую. Мы пошли на что-то другое, да. Но вот тогда Финам как раз и, в принципе, ежегодно делал образовательные программы по финансовой грамотности. Я вот отмечу, что порядка там 20 тысяч у нас было задействовано. Вот сейчас с системой видеосеминаров у нас мы проводим время от времени и по финансовой грамотности, и по рынку в целом, как больше уже специализированные. Ну, очень большое количество людей и интересуются, и присоединяются именно к пониманию того, как экономить и как приумножить свои средства. Вот. А в Финаме я как раз уже 5 лет, и, в принципе, когда я пришел, основной упор всегда в учебном центре Финам делался на разработку программ личных финансов. В принципе, я не помню, чтобы, ну, конечно же, отмечу, что программы эти были тогда у очень малого количества участников рынка. Сейчас, наверное, очень большое количество людей, ну, вот кто-то занимается, разрабатывает там различные приложения для мобильных устройств. Но тогда это очень было мало, все делалось, так скажем, на листочках в Excel и так далее. Сейчас, конечно же, совершенно другой уровень, но отмечу, что это больше заслуга, наверное, наших граждан и там самих... Энтузиастов, да? Да, больше энтузиастов, нежели чем тех 100 миллиардов обещанных в 2008 году. Но их-то мы не увидели, поэтому только граждан. Ну, правильно, я считаю, что, в принципе, мы можем много чего делать, но надо начинать все-таки со школы, колледжей. Вот сейчас я очень благодарен, например, Вианимен Шайчу, это первый замруководителя департамента образования Москвы. Они умудрились, так сказать, настолько уже серьезно подойти к этому вопросу. Выделили специальный бюджет для финансовой грамотности в рамках города Москвы. И очень серьезно в этом плане продвигаются. Поэтому я призываю всех участников рынка, так сказать, каким-то образом присоединяться к этому и участвовать. Поэтому финам именно потому и продвинутые компании, потому что они вот и одни из первых придумали вот этот, как вы говорите, план. Они работают в этом плане. Но еще раз, коллеги, давайте не забывать, есть финансовая грамотность, а есть привлечение клиентов и, так сказать, как бы повышение их профессионального уровня. Это разные вещи, надо всегда помнить. У меня тоже был случай совершенно сумасшедший, когда мы проводили различные лекции в рамках различных, так сказать, мероприятий. И вдруг мне руководитель, замруководителя ФСФР подходит, говорит, Анатолий Григорьевич, вот компания Лор проводит, понимаешь ли, для школьников восьмого класса, где учится мой сын, семинар по опционам. Говорит, ну, Анатолий Григорьевич, так как он ко мне с уважением, говорит, Анатолий Григорьевич, ну, совесть у тебя есть. Я думаю, вот, ёкало мэне, понимаешь. Я своих начинаю раскручивать. А они говорят, ну, Анатолий Григорьевич, а что делать? У нас был в рамках МЦФО, который Виктория Нихайенко проводит, так сказать, там, были конкурсы по срочному рынку, в том числе опционы, там что-то было. Потом подошли эти восьмиклассники, которые заняли первое место. А, только это заказ был? И сказали, да, мы хотим. Коллеги, а вы могли бы нам прочитать лекцию про опционы? Я сам понимаю, если там был в недоумении, да? Ну, это забавно. Ну, пришлось объяснять, откуда чего берется, поэтому бывают и такие казусы. И еще раз, так сказать, для наших участников надо понимать, что рынок молодеет, цифра молодеет. Но это даже не казус, Анатолий, да? Это счастливый случай, потому что я знаю прекрасно, что в учебном центре бывает диапазон слушателей, да, от школьника до пенсионера. И опять в этом ничего плохого. Ну, вот пенсионерам я на отношении огромное уважение. Особенно там людям, там, под 60 лет, там, я помню, там старушку сидит и на каком-то семинаре по фьючерсам, там, сидит, что-то конспектирует. Записывает, да, да, да. Я от этого балдею просто. Послушали, 82 года, я до сих пор сейчас помню, 82 года он пришел учиться, не просто на бесплатник, а пришел учиться. Олег, у нас рекорд там за 90. За 90? За 90, да. Ну, ребят, вот таких вещей вы должны, так сказать, и портреты. Конечно. На сайте размещаются. Наши ветераны, да. Да, это должны быть наши лидеры. Это правильно. Есть вопрос, давайте послушаем еще нашего друга. Николай, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Говорите. Значит, ситуация в следующем. У нас совершенно, так сказать, замечательная конституция. Прекрасно работают суды, принимая все решения. Ну, как бы в пользу граждан. Ну, основная проблема в том, что, когда это доходит до исполнения, то есть службы судебных приставов, дальше все как-то вот, понимаете, тормозит все. И поэтому, какие бы решения не были замечательными и обоснованными, нужно, чтобы они все-таки исполнялись. Вот. А до тех пор, пока они не будут исполняться, смысл судебной власти как бы не оправдывает. Николай, я соглашусь, наверное, с вашим мнением. Очень приятно вообще так послушать, что наши суды хорошие. Немножко не в тему мне показалось. Путин тут недавно в своем критиковал наши суды, а вот очень приятно, что Николай их поддерживает и считает, что они хорошие. Не-не, действительно, я сейчас подумал, что он иронизирует как-то. Не-не-не, это искренно. Оказывается, все ломается на этапе судебных приставов, а до этого все неплохо. Я понял. Спасибо, Николай. Давайте все-таки по существу есть вопрос такой. Вы не опасаетесь ситуации, когда под видом финансовой грамотности в очередной раз разведут население, как было уже не раз с известными тремя буквами? Да что тут? Ну, МММ, что тут? И, во-первых, никогда Мавроди не объяснял тем, что он занимается финансовой грамотностью. Ну, задачу решал конкретно. Чего ему вешать это, когда ему все остальное уже навешано? Это первое. Второе, конечно, боимся. Конечно, финансовые жулики всячески стараются, если у них нет этой пирамиды МММ и имени товарища Мавроди, да, то, конечно, они выступают через финансовую грамоту с огромным удовольствием. Конечно, надо быть внимательным, потому что у нас экспертная группа прорабатывает специальные кодексы этих людей, которые занимаются... То есть, абы кого там мы не увидим? Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, все люди проверены. Там есть, например, абсолютно строгое требование не рекламировать свои компании. Вот проводятся вот эти поездки, вот региональные, да, абсолютно четко, никто никого не рекламирует. И я вообще считаю, что реклама рынка уже вчерашний день. Я имею в виду компания. Надо рекламировать в целом рынок. Да, а не какую-то конкретную, будь то прекрасная компания «Финам» или там поганый «Алор». Да, вот неважно от этого. Главное, главное, рекламировать сам рынок для того, чтобы люди на рынок приходили. А уж куда они выберут? Они у нас умные, понимаешь ли? Да, согласен. Найдут. Так, еще есть вопрос. Сейчас я его прочту. Вот такой он. Добрый вечер. Из Утт Анатолия. Прозвучала аббревиатура ФСФР. А может быть, построение финансовой грамотности нужно начинать с финансовых регуляторов? Поясню. Сегодня люди боятся финансов. Считают эту сферу сложной и часто считают ее даже какой-то лживой. Почему? Ярослав верно заметил. Вспомните 98-й год. А вспомните приватизацию 90-х. Люди сегодня превратно смотрят на финансы вообще и даже не хотят повышать свою грамотность. Так может нам регулирование сферы улучшать нужно сперва, чтобы люди не боялись? Ну, во-первых, на зло кондуктора можно пешком ходить. Конечно, от этого здоровья у тебя не будет. Еще есть вариант купить билет и не поехать. Да, не хочу ничего знать про финансовую. Ну, не знаю, тебя достанут с этим финансовым после того, как, понимаешь ли, попросят тебя расплатиться безналичной карточкой. А у тебя ее не окажется, потому что ты не хочешь этому учиться. Это рад. Второе, вот эта загадочная аббревиатура и есть регулятор. ФСФР это и есть регулятор. И если уж на то пошло, это экспертная группа, которая создалась при ФСФР, она создалась именно по инициативе регулятора. Такой господин Миловидов Владимир Дмитриевич, который был регулятором в свое время, а теперь успешно работает в Роснефти. Был регулятором регулятора. Да, вот на сегодня, вот как раз ему огромное спасибо за то, что он вот такую экспертную группу создал. И когда он был руководителем, он очень тесно патронировал, так сказать, работы этой группы. Поэтому с регулятором мы как раз это все и начинаем. И, например, один из заместителей, руководителя этой экспертной группы является начальником управления этой уважаемой регулятора, этой уважаемой службы по регулированию. А я здесь отмечу, Олег, что, наверное... Ну ты согласен, во-первых, то есть есть отношение некое негативное вообще к всему, что связано с финансами. Да, я согласен, но отмечу также, что вот 2008 год, да, у нас количество людей, которые начали пользоваться финансовыми инструментами, увеличилось чуть ли не вдвое. Это к началу или к кончанию 2008 года? Это где-то к кончанию. То есть после кризиса уже, да? Ну, в пику кризиса, сентябрь, октябрь, можно вспомнить о том, что практически во всех брокерах стояли очереди, люди открывали счета и так далее и тому подобное. Но и средства массовой информации, конечно же, да, по-моему, все каналы комментировали, что происходит в экономике, как, что и куда и так далее. Я наблюдаю, что на текущий момент, да, какое-то приедание вот этой информационной составляющей происходит. Почему? Потому что невозможно жить, конечно же, нормальному человеку, если он не является финансистом, постоянно в сводках, в биржевых сводках и так далее. Но кризисы, они, конечно же, они плохо отражаются на бюджетах самих наших граждан, но, наверное, в лучшую сторону повышают финансовую грамотность. Почему? Потому что если человек испытывает какое-то шоковое состояние со своими накоплениями, он начинает что-то думать в этом отношении. И в этот момент, наверное, все-таки должна быть роль государства более ведущей, особенно, когда наступают вот такие переломные моменты. А, ну, государство в этот момент, конечно же, немножко до других проблем было. Ну да, ему не позавидуют. Сторонник шоковой терапии, я тебе хочу сказать. Олег, следующее, что мы делаем. Следующий кризис, поставить все на ноги. У государства, государство должно быть. Анатолий, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, я напоминаю, мы сегодня обсуждаем, как повысить финансовую грамотность в России. У вас еще есть возможность предложение свое озвучить по телефону 6510-99,6, либо через интернет. Замечательный вопрос пришел. Знакомый спрашивает, а зачем вообще слушать радио и такие программы, как ваша? Объясните ему, пожалуйста. Анатолий. Да не надо слушать просто. Что там слушать? Ведь вот что нам рынок дал, это свобода выбора, правильно? Вот я, например, считаю, что когда Ряслав говорит, что государство что-то должно делать. Да нифига оно не должно, понимаете? Ну как это не должно? Да ничего не должно. Вот если мы будем жить в парадигме, что государство нам что-то должно, мы ничего не сделаем. Я так понимаю, он говорит не то, что нам что-то должно, оно должно что-то делать. — Да, ну вот должно. Да не должно. — Ну а как не должно? Мы же налоги платим. — Ага, конечно. — Кому должно? Вот в том-то и дело, ребят. На мой взгляд, что государство делает ровно то, у него есть свои планы. Вот сейчас мы послушали Путин, он их озвучил. Там написано что-нибудь про то, что вы сейчас говорили. — Про финансовую грамотность? — Поэтому, хотя он перед этим говорил. Про финансовую грамотность не говорил, про финансовую грамотность есть в дорожной карте, которую придумал Минфин на сегодняшний день, и так далее, и так далее. Просто я считаю, что мы, как рынок, как финансовый рынок, настолько стали компетентны, сильны, грамотны и так далее, то что мы сами должны выбирать дороги и по этим дорогам идти. Если вы считаете, что это надо делать, я так считаю, мы уговорим с вами вместе Олега и давайте вместе в этом направлении двигаться. Будем двигаться? Вот все у нас будет. Если нет... — Олега даже не надо уговаривать. Он уже человек уговоренный. — Поэтому... Вот. Поэтому... А наш уважаемый слушатель, если ему интересно стать богатым, то он тогда будет слушать это радио. Если ему интересно, предположим, там, ну, я не знаю, там, слежать, смотреть на небо и слушать то, что рассказывает Мавроди, это тоже классный вариант. Я в свое время в 93-м, 4-м в эту игру играл. Знаю опыт шикарный, могу очень долго на эту тему рассказывать. Пожалуйста, понимаете? Это свобода выбора. — Еще один вопрос. Финансовая грамотность, пишет Сергей, очень опасная штука. Если новичков, кстати, Анатолий, вот, в ответ на ваш рассказ о сыне, сыне, да? — Да-да-да. — Ученики 8-го класса. Если новичков начинают с умным видом учить про опционы и инвестиции в рынок ценных бумаг, это опасная штука. — Да. — Загрубил Сергей. — Это опасная штука. — У нашего человека, говорится, занижены ощущения риска. — Да. Вот это правильно. Это правильно. Но когда ребенку, надо отвечать на вопросы и отвечать правильно. Поэтому, если ребенок интересуется, так сказать, что такое опционы, правильнее, понимаете, чтобы к нему пришел человек, подготовленный из группы по финансовой грамотности, тем из маленькой конторы, которая начинает ребенка разводить на деньги своего родителей. Понимаете? У нас, к сожалению, коллеги, у нас с 14 лет, приполучают люди паспорт, это им разрешено как бы заниматься бизнесом. — Подписывать договоры. — Вот это очень страшная вещь, которую приняли в свое время в рамках демократизации, а с другой стороны, вот это приводит к очень плачевным иногда результатам. Ребята закладывают квартиры своих бабушек, там играют на этом и пятые-десятые. Поэтому одно из требований всегда наших коллег и нас, вот которые занимаются финансовой грамотностью, это если речь идет о школьниках и о каком-то участии в реальном рынке, сначала собираются родители, с ними проводится беседа, у родителей получают разрешение, и только после этого с разрешения родителей начинаются какие-то разговоры о серьезном рынке. — Это правильно, это правильно. Еще один вопрос, неожиданный, неожиданный поворот в нашем разговоре. Алекс пишет, при финансовом образовании нельзя забывать и о религиозном измерении этого вопроса. В разных духовных традициях есть разные подходы. Вот по поводу религиозного измерения, Ярослав, что бы ты мог сказать? Существует некое религиозное измерение финансового образования? — Ты знаешь, ну, мне кажется, что финансовый рынок, он немножко далек от этой тематики. Единственное, что отмечу, что Сапунов, когда у нас работал, у него постоянно были различные статуэтки, там, денежные, и так далее, фетишизм определенный у трейдеров иногда бывает. Но говорить о том, что, ну, мы знаем, да, там, мусульманский мир, у них есть определенные там ограничения, да, все-таки в христианстве к этому, наверное, более лояльно относятся, там, и в банк деньги можно положить, и так далее, и торговать, и тому подобное. Я думаю, что вот здесь можно провести параллели, которые сталкиваются оба этих направления, да, то есть с развитием и религиозного образования, и с развитием финансового образования. Но говорить о том, что они где-то пересекаются, честно говоря, не приходится. На мой взгляд, такая тема есть. Мне кажется, государство недооценивает серьезность этой проблемы. На самом деле, вот у нас многонациональная страна, у нас порядка 20 миллионов, как минимум, граждан мусульман, и есть определенные запреты для мусульман на финансовые вложения и на получение финансового результата в процентном исполнении, и я думаю, это определенная проблема, которая может в любой момент вылезти, потому что речь идет о пенсионных деньгах молчанов. И вот все эти пенсионные деньги, как вы знаете, в процентах АФЗ, и что завтра бы с этим будет, никто толком не знает. Проблемы есть все-таки? Я считаю, есть, я считаю, давно пора, так сказать, на нашей московской бирже, предположим, сделать специальную секцию для специальных акций и для специальных бумаг, которые именно относятся к исламскому бэнкингу. В Англии, Великобритании, где там всего лишь проживает один или полтора миллиона мусульман, там есть специальная тема исламского бэнкинга. В России этой темы, к сожалению, нет. Как будто есть у нас 20 миллионов граждан исламского вероиспоизбоедания, а тема исламского бэнкинга нет. Вот мне кажется, это неправильно, и это для нас определенные системные риски. Но это, опять же, вопрос больше финансовой грамотности. Почему? Потому что мало кто задается, опять же, этим вопросом. Почему? Потому что если мусульмане начнут задаваться этим вопросом, я думаю, что... Как только мы им объясним. Так вот, я не знаю, стоит ли мне им объяснять, потому что если я им объясню, то мне потом скажут, что же ты такой гад людям, понимаешь ли, рассказываешь. Потому что ты мне раньше не объяснил, оказывается. Ну да, или вообще, или мне тогда придет чиновник, скажет, зачем ты это объясняешь? вон у нас что-то творится. Ну да, вот жили все спокойно, а ты людям разбудил, научил женщин своим правам. И они теперь требуют равноправия. И мы возвращаемся к известным уже в истории событиям, когда излишняя грамотность, она только вредит, понимаешь. Не знание силок. Я бы не сказал бы, что это не вредит. Многие знания, многие печали, как говорили вылики. Друзья мои, я прошу прощения, к сожалению, время у меня заканчивается. Я единственное, так уж, на посошок еще одну фразу нашего слушателя Александра озвучу, ну, такая забавная она. Не надо агитировать, пишет Александр, за фондовый рынок. Он приказал долго жить в 2008 году. Вот такое забавное мнение. Но это мнение Александра, да, рынок жил, рынок жив, рынок будет жить. Я настаиваю на этом. Я благодарю моих сегодняшних слушателей. Это Ярослав Кабаков, ректор учебного центра Финам, Анатолий Гавриленко, президент Российского Биржевого Союза. Уважаемые слушатели, спасибо и вам за участие, за вашу активность. Конечно, повышать финансовую грамотность в России нужно. И мы с вами этим займемся. Всего хорошего. До свидания. До свидания.